Сегодня в образовании происходит очень много различных процессов, которые связаны с изменением подходов образования, с новыми задачами. И самое главное, в этих процессах сегодня невозможно быть без родителя, без ученика. Если мы какое-то время представляли школу как возможность отвезти ребенка в учреждение, сдать его туда на целый день или хотя бы на полдня, и потом забрать, и на этом все функции родителей могли заканчиваться. И сегодня изменяется в курне совсем ситуация. Сегодня родитель, наверное, благодаря тому, что происходит в системе образования, он не просто участник со стороны пришел-ушел, он участник сегодня, активный участник должен быть всех процессов и учебных. Вот посмотрите, реализуется стандарт в начальной школе сегодня. Там очень много заданий, которые связаны именно с привлечением родителей в выполнении заданий. Ну, например, защитить проект родословное моей семьи. Ну, как можно узнать родословное, если мы не знаем сегодня, не можем воспользоваться знаниями родителей, информацией, которая передается в семье от предков вот уже до сегодняшних дней. И таких заданий и проектов очень много. Когда нужна помощь родителей, когда родитель вот не просто ограничивается функциями привода, да, и выяснения, какие же отметки ребенок получает в школе и как он учится, но он еще при этом понимает, чему его учат, да, какие он знания получает, какие умения осваивает. И вот сегодня в образовании это очень важный шаг. Школа сегодня не может быть без родителей, без активного участия. И родитель сегодня не может быть без школы. И вот этот союз, он позволяет успешно, более успешно для ребенка достичь тех результатов, которые бы хотелось сегодня достичь. Ребенку при таких условиях можно быстрее адаптироваться в обществе, получить тот объем знаний, а самое главное приобрести те вот значимые социальные качества, умения, которые сегодня важны для последующей жизни в обществе и последующего самообразования. Состоялось подписание соглашения, мы можем поаплодировать. Мы надеемся, что по взаимодействию со всеми родителями лица Галины Александровны. Очень приятно. А я буду всех привлекать к этому. Вот это соглашение, оно говорит о том, что родителям, всем организациям, и я призываю любую организацию, занимающуюся процессом воспитания, значит, образования, дополнительного образования, занимающимся воспитанием детей-сирот, попечению родителей, попечителей и так далее, всем включаться вот в этот процесс вместе. Потому что вот эти чаяния, эти взгляды на образовательный процесс, иногда они расходятся, иногда они одинаковые. Давайте консолидировать. И поэтому вот этот документ, он будет свидетельствовать о том, что через Национальную родительскую ассоциацию легче, правильнее и грамотнее можно договориться, решить какие-то недопонимания, какие-то проблемы. Может быть, выйти на более высокий уровень, потому что не все проблемы решаются на муниципалитете, не все решаются на уровне области, какие-то решаются выше. Поэтому это говорит о гражданской позиции, о грамотности в современном обществе родителя, который готов участвовать вот в таком диалоге.